всем доброго дня вы на моем канале Наталья Осецкая канал о вязании и обо всем что связано с вязанием сегодня у нас четвертый день нашей рандомной недели и сейчас 10 минут уже третьего я только-только смогла включиться чтобы начать снимать видео почему так поздно но у меня были дела по дому и вчера вечером я очень долго не могла вязать я закончила вернее у меня с 5 до 9 были был вебинар обучения по выборам а потом мы с секретарем комиссии очень долго общались обсуждали и я в принципе ничего вчера особого не повязала и не сняла вернее было какое-то небольшое продвижение но видео вчера не снимала я сняла сегодня утром вы выложила на канал вот и хочу принести извините перед елены пугановые она задавала вопрос а я не вставила этот кусочек где был озвученный вопрос но на вопрос я ответила поэтому я думаю что она на меня сильно не обидится вот и сегодняшнее мое видео я надеюсь что я закончу сегодня но это не факт потому что очень много дел и я еще хочу параллельно снимать мастер-класс дело в том что у нас уже есть задание на завтра вы меня простите наверно вы слышите гром у меня здесь все закрыто но я уже не раз говорила что у нас здесь рядом поликлиника в которой идет капитальный ремонт и вот этот так слышно через закрытой двери правда у меня на балконе открыты окна я на кухне снимаю сейчас но мне так удобно и здесь открыто вернее балконная дверь окно закрыто окна на балкон открыты такой сушу представляете как слышно когда открыта дверь ну что теперь делать ремонт должен быть так давайте я вставлю кусочек того видео где выпали номера кубики брошены и дальше расскажу что я буду делать всем доброго дня сегодня у нас четвертый день наши рандомной недели и вопрос от меня как давно вы завели канал ваши эмоции впечатления в начале пути и сейчас но и посмотрим че что же мы сегодня с вами будем вязать какие номера в нам выпадут 3 и 4 я всем желаю сегодня очень и очень плодотворного дня и так выпали номер 3 4 3 номер это у меня бабушкин квадрат я его вязать не буду потому что я вчера повязала 6 квадратиков у меня уже 61 квадрат мне надо разложить посмотреть как мне соединять хватит не хватит без нами кажется их так много но наверное еще надо будет вязать но пока я взять не буду потому что четвертым номером выпали носки носки я буду вязать и мне нужно сделать мастер-класс я обещала на этой неделе сделать мастер-класс девочки ждут поэтому собственно поэтому я не буду вязать квадрата весит не мастер-класс я конечно повязала квадраты носки я буду вязать вот такие вот эти носки я связала для дома инвалидов у меня уже таких носков связано 4 пара представляете вот по передней панели тот кто смотрит мой канал девочки знают про эти носки но я расскажу вдруг кто-то пришел новенькие что это за носки носки вот такие совершенно простые небольшая резиночка и вот такой вот поголюно чик и самая фишка у нас садим вот сзади вот такое переплетение переходит в пяточку стронг с этой стороны с этой стороны у нас подковка и заканчивается резиночкой по подошве идет резиночка и заканчивается вот таким ленточным закрытием причем вот здесь ленточное закрытие смотрите видите она не острая она такое закругленное как я это получаю я тоже расскажу вот вот такие носочки я буду вязать а буду я их вязать из такой пряжи это подмосковная здесь 100 граммах 250 метров цвет вот такой очень приятный ментоловый цвет и буду вязать спинку пиццами тройкой способы magic club я буду вязать и снимать мастер-класс на это вязание поэтому я думаю что сегодня у меня быстро не продвинется но посмотрим как будет двигаться пошла я вязать пошла я снимать а потом буду подключить подключусь и расскажу что у меня в итоге получилось вот у меня второе подключение и столько красоты у меня лежит в кадре но давайте сначала расскажу об этом я сегодня связала еще три квадратика потому что сегодня выпадал номер три и четыре по моему да да 34 а3 это у меня бабушкин квадрат я вязать квадратики не собиралась но просто так сложились обстоятельства что я могла повязать что-нибудь очень маленькая с небольшим моточком не так взять небольшой моточек не так повязать и я вот решила что я сижу три квадратика плюс надо довязать моточек я наверно довяжу из которого я вот эти квадратики вижу а потом буду собирать и смотреть что делать мне дальше это первое и четвертое был у меня я должна связать носки я их уже показывала это у меня четвертая пара все четыре пары пойдут в коробочку для дома престарелых а я в прошлый в прошлый раз когда был носочный бум который организовала она полозняк тоже вязала был еще параллельно благотворительный марафон я участвовал благотворительном марафоне я тоже послала они то ли три то ли четыре пара носочков я не помню но вот в этот раз я решила уже заранее потихонечку потому как времени у меня очень мало особенно вот в учебное время это сейчас какое-то есть время но честно говоря его тоже не очень много потому что ремонт у меня закончен в квартире но не доделок много мне хочется еще тут кое-что поделать и у меня на балконе стоят вещи не разобраны в общем ну дел всегда найдется дома достаточно много понимаете вот поэтому но потихонечку я вижу и складываю в коробочку а сегодня я тоже решила да у меня девочки просили связать сделать мастер-класс по таким носочкам но я как бы планирую прям ну чтоб побольше было мастер-классов по носочку меня есть одна идея и думаю буду начну вязать началась сегодня хотела вас с такой пряжи начать вязать вообще показывала что я купила у меня есть я еще докупила и наверное еще приобрету happy fit газал это новая пряжа пряжа этого года у меня есть она несколько раз я не рассказывала первый раз я увидела по моему в конце феврале в начале или в конце января что-то такое вот пряжа мне очень нравится просто безумно нравится пряжа пряжа великолепная хотелось из нее начать вязать носки я вязала с такой пряжи троечкой очень хорошо получается и вязала пяточкой стронг но я вязала там немножко другую пяточку я тоже буду из них вязать и покажу сделаю мастер-класс а вот такую вот пятку да вот с этим переплетением мне все-таки казалось лучше взять из 1 ну из не такой яркой пряжи потому что здесь достаточно не длинные акции и чтобы делать такое переплетение на этой пряжи я не знаю как это будет смотреться поэтому я ее отложила в сторону но я хочу сказать немножко об этой пряжи это пряжа ручного украшения семьдесят пять процентов супер вошь мерина вол и 25 полиамида 25 процентов полиамида я взяла вот такую пряжу не увидите какие длинные большие секции да вот она прям светло зеленые зеленые и темные зеленые такие большие секции я думаю что здесь она будет неплохо смотреться это переплетение это у меня пряжа из троицка называется водопад 70 процентов 6 30 процентов акрил 400 метров 100 граммах это пряжа уже снята с производства ее нет но так случилось у меня я совершенно неожиданно что я приобрела две упаковки по 5 штук вот такого цвета и еще один цвет тоже короткие секции но такая интересная пряжа очень приятно она мягкая есть такой пряжи вязала и ее знаю и я думала что я из этой пряжи повяжу но она тонкая смотрите вот она тоненькая вот такая да но 400 метров 100 грамм вы понимаете если мы возьмем вот так вот она в два раза тоньше практически чем вот это это пряжа подмосковная 250 грамм метров 100 грамм я не могу сказать сколько мы не допустим если я наберу вот я из этой пряжи там где 250 метров набираю 60 петелек для резинки вот она вот такая резиночка получается если я из этой наберу 60 петелек что у меня получится я вот начала вязать и бросила но вязать из нее я буду обязательно и я хочу сначала я свяжу небольшой образец рассчитаю а потом уже буду вязать из этой пряжи вязать тоже буду но здесь не видно не видно вам наверно но вот посмотрите я на троечке провязала над каши ерунду я показываю но вот она такая смотрите какая ровненькая и вязать надо два с половиной или двойки мне кажется она будет просто очень плотная а тройка вот мне нравится тройка вязать носки очень нравится так поэтому эту я пряжу тоже убираю сторону до того как я расчет тела расчет и что я вот сегодня связала я говорила что я снимаю мастер-класс но сегодня просто невозможно потому что на улице гремят там рушит но не здание там наверное что-то внутри разбивают поликлиники и такой гром весь день что было просто невозможно ничего не снимать ничего не делать это закрытыми дверью и окном у меня все равно шум стук просто невозможно резиночку я вязать закончила и дальше у меня пойдет уже носок я сейчас и мне еще один рядок провязать нужно и дальше у меня пойдет носок я провяжу этот рядок потом если будет нормально видно я повяжу немножко на камеру потому что у меня теперь идет пойдет вот это вот переплетение то есть вот это вот у меня как бы нужно будет все вязать на я не буду все по 3 отвязать я покажу одно переплетение да а дальше мы самостоятельно свяжем вот но в любом случае мне нужно будет вязать на камеру и завтра утром я покажу то что мне удалось связать мне очень хочется сделать этот мастер-класс до понедельника но не знаю как получится так и теперь я хочу ответить на вопрос который задала я а звучит он так как давно вы завели канал ваши впечатления от канала в начале в начале вашего пути и сейчас вот я как раз повяжу этот рядок который мне нужно провязать резинкой и отвечу на вопрос который я задала моему мой канал так каналу было год подождите в мае у меня было два года два года было в мае а я даже а я забыла ой я только не помню то ли 19 мая то ли 17 мая я завела канал почему я завела собственно канал я не помню как я вышел на youtube ну честно говоря я я знала что есть youtube но я им не интересовалась потому что вязала я очень мало я вообще вижу вязать стало рано у меня меня научила вязать прабабушка причем научила вязать крючком я уже не раз говорила девочки которые приходят ко мне на канал смотрят наверное знают не я понимаю что там никто не держит прям специально у себя в уме а я говорила много раз что у меня мама шила очень хорошо моя мама была инженерным строителем но шила она просто вот знаете что называется от винта и просто идеально нашел вот но моя мама не вязала за всю мою жизнь у меня было одно синее платье шерстяное меня мама шила а вверх вот кокетка но только верх был только передняя часть было до кокетки связано и рукава были связаны такими жучками крючком больше у меня ничего никогда вязаного не было а вязать я стала наверно в институте ну даже не знаю как так получилось я связала детскую шапочку причем знаете как я купила себе махеровую шапку шапки я не ношу вообще я носила шапки зимние у меня была нор была песцовая шапка такая теплая мама тоже не делала и и был норковый берет я носила когда жила на дальнем востоке все после этого здесь я живу в москве уже 25 лет шапки не ношу платки не ношу шарфы ничего на голову не ношу единственное когда очень холодно я надеваю на голову капюшон все но это бывает редко и вот я купила шапку себе помню она была розового цвета такого немножко знаете поросячьего цвета розового зачем я купила я не знаю я купила одна группа одногруппницы тут же ее распустила и связала детскую шапочку причем детскую шапочку связала это надо было видеть я связала прямоугольник квадрат квадрату пришила прямоугольник но так вот по периметру до этого квадрата нет я взяла там уголочки убрала вовнутрь обязала сверху кружочками я не знаю откуда он не помню откуда как у меня появились крючок спицы наверно пошла в магазин и купила и вот такую шапочку я детскую связала меня муж был восторгнет любую же как-то красиво вяжешь туда как я красиво вяжу вот это был это была первая моя шапка но потом как-то было затишье затишье в моей жизни было много раз я много раз уходила от вязания последний раз и уходила от вязания потому что так складывались обстоятельства мне нужно было зарабатывать денег мне нужно было ну и негде было держать это все я все отдала я отдала машину вязальную я отдала всю пряжу и отдала все инструменты я думаю что никогда не вернусь а когда вернула стала все заново покупать ну так складывалась жизнь вот и и меня учила прабабушка вязать крючком а спицами я как-то сама по себе научилась я даже не помню в школе мы не вязали я единственное в школе мы шили вот я слушаю девочек ноги учились вязать на уроках труда мы не вязали мы что-то шили пытались нам что-то готовили одну я помню один раз юбку я шила мне мама сшила эту юбку я пришла в школу и меня сфотографировали на выставку поместили фотографию в этой юбке и поставили мне пять на этом был закончен мой урок мои уроки труда вот а вот это вот все я до всего сама дошла так вот я как-то попала совершенно случайно я не помню почему я зашла на youtube и попала на вязальные каналы и мне так было интересно я послушала знаете я первый раз слышала что пряжа такая вкусная она такая прям вот такая прям том боже мой ночь как о пряже говорят и я раз посмотрел этого блогеров потом другое видео посмотрела потом третье ведь а потом стала с первого смотреть видео сначала потом я другим большим блогерам стала заходить и так постепенно я втянулась и стала смотреть и тут мне вдруг стало интересно а если я попробую так я пошла на садовод нет сначала я взяла что этот сэлфи палку сэлфи у дочки у меня тогда не было сэлфи палки я взяла у дочки поставила эту палку вязала на балконе ой такое устройство было мете на гладильную доску положила как он называется три ламин доски ламина да вот полосы ламинатные такие и на этом снимала шаталась ужасно просто было безобразие сначала я поставила камеру вот так вот длину мы не потом скале это неправильно должно быть камера в ширину и когда первое видео сняла первое второе думаю боже мой какой голос ужасный я вообще не понимала что это такое я не знала как говорить как что делать я переснимала 100 сейчас я тоже переснимаю очень много но сейчас другое сейчас говорю и я понимаю что они правильно поставил построила предложение я говорю неправильную фразу где-то слово не так сказала где-то лишний раз заикнулся я это переписываю 150 раз я понимаю что все что я говорю не приведено вот к идеальности но во всяком случае есть у меня претензии к тому что я потом слушаю есть но во всяком случае лучше чем это было в тысячи в миллион раз лучше чем было в начале я во первых не понимал знаете вот это вот съемка да на youtube канал видео это был для меня как знакомство с собой мне нужно было преодолеть себя это было вообще очень тяжко конечно слушать знакомиться вообще какой-то посторонний чужой человек и вот и я я я не могу сказать что я боялась говорить у меня страха не было у меня был страх послушать себя я у меня еще есть один канал но канал то же самое практически то же самое немножко там просто на другую почту у меня другая почта заведена так все и название все но я знаете почему завела новый канал потому что я год или полтора смотрела смотрела вот эти видео и поэтому я решила что я заведу новый канал никакой речи о монетизации вообще не было никакой речи о том чтобы было тысячи подписчиков вообще не было я завела себе канал просто я решила что этот канал будет с нуля я завела себе новый канал вот ему было в мае два года и стала потихонечку снимать потом я участвовала в совместном проекте на канале алина вяжет и там я познакомилась с ами полозняк и так стали складываться обстоятельства что мы с ней стали потихонечку общаться сейчас у нас довольно таки приятные отношения с они и они раскрыла мне многое в том плане что я познакомилась с девочками она меня пригласила в чат мы общаемся мы поддерживаем друг друга там я познакомилась с алой с нашей аллочкой бабушкина вязание ой бабушкина счастье внуки вязания и как я сейчас отношусь к своему своим съемкам своему каналу к своему вязанию на youtube вы знаете я достаточно критичный человек вот я уже говорила что я сейчас тоже переснимаю по много раз вот это элементарное доброго всем дня вы на моем канале наталья осецкая мой канал о вязании обо всем что связано с вязанием ой я тут по первых остановилась ой я тут кашлянула ну вот так я мне конечно слишком далеко до совершенства но я хочу к нему подойти не знаю подойду когда-нибудь к нему или нет ну хочется конечно но нет не к совершенству а ну к такому виду чтобы было в первую очередь мне самой это нравилось что-то мне нужно 14 рядов провязать я по-моему провязала здесь значительно больше ну ладно будет вот в прошлом году а нет в этом году феврале месяца прошло полтора года у меня появилась тысячи подписчиков четыре тысячи часов и с февраля месяца у меня включена монетизация я никогда не стремилась к тому чтобы заработать на канале я в него очень много вкладываю очень много но если это будет когда-то доходом моим я не буду против это во первых ну мне просто вот просто мне нравится мне нравится вязать на камеру мне нравится снимать мне нравится вот этот вот сам процесс вплоть до того что я перевязываю и сто раз переговариваю мне тоже нравится единственное что сейчас время есть а потом когда начнется учебный год времени не будет вообще очень жаль все равно я буду делать я буду как-то выкручиваться что-то делать но все равно конечно я буду снимать я не хочу забрасывать мой канал это знаете такой мой маленький ребеночек мне он очень нравится очень дорог я понимаю что у меня не получается наверное на хотя бы пятьдесят процентов того что мне хочется но я думаю что на вторую половину пятьдесят процентов я надеюсь на этом да я такая самоуверенная немножко у меня получается иногда я думаю ой ну что ж ты делаешь не так а с другой стороны думаю ну вот смотри наверное что-то ты делаешь так ведь знаете как два человека один пессимист другой оптимист ведь тебя же смотрят и тебе пишут комментарии а другой говорит ой тебя не очень много комментариев тебе не очень много смотрит на что такое 80 90 100 человек смотрят а вот у других 2 с половиной тысячи три тысячи так другие сколько лет на канале у других 250 100 200 подписчиков 100 150 200 вот так а я то еще молодая у меня всего тысячи там 300 подписчиков это уже молодец я 1300 подписчиков ну вот так вот но в любом случае я канал бросать не буду ой извините буду его вести мне это очень нравится и ну скажем так что я довольна пока на данном этапе я довольна своим каналом есть у меня задумки есть у меня желание кое-что поменять на канале я понимаю что я хочу поменять я знаю что хочу поменять но мои временные рамки которые отведены на канал мне не позволяют но это не оправдание все равно это не оправдание все равно надо двигаться вперед и надо делать то что задумано все мои дорогие мои дорогие хорошие зрители я на этом закончу потому что говорить я могу бесконечно много вот во первых у меня начинают болеть связки мне тяжело говорить я очень много говорю а во вторых мне надо сейчас забрать видео и выложить на канал поэтому пройдите пожалуйста по ссылочке в инфобоксе и посмотрите что вяжут девочки и еще хочу сказать если вы не подписаны на мой канал то подпишитесь пожалуйста и нажмите на колокольчик чтобы знать что выйдет новое видео когда выйдет новое видео ну вот и все большое вам спасибо за то что вы приходите ко мне в гости за то что вы пишите комментарии ставите пальчики вверх я жду вас каждый день я жду вас с удовольствием я очень рада что вы приходите пишите комментарии я на все комментарии обязательно отвечаю ну и желаю вам хорошей погоды чтобы было солнышко солнышко тепло не жарко а тепло чтобы был легкий дождичек не ливень а легкий дождичек чтобы было хорошее настроение и самое главное чтобы вы не болели до новых встреч всем пока пока